Нам необходимо сменить правительство. Это правительство довело Израиль до полной катастрофы. Если мы посмотрим, что произошло только вчера. Десятки обстрелов, кириат-шмоны, северных поселений, прямые попадания. Нас атакует с Ирака, нас атакует с Йемена. Ситуация в Иудее и Самарии на грани взрыва. Невозможно это правительство не способно выиграть войну. До сих пор самая кровопролитная, самая тяжелая война, война судного дня продолжалась 19 дней. После 19 дня Израиль был на подступах к Каиру и к Дамаску. На сегодняшний день, после 8 месяцев, Израиль находится в тяжелейшем положении. Правительство, глава правительства не способны руководить государством, не способны выиграть войну. То есть, министр обороны не разговаривает с премьер-министром. Это в условиях войны. Министр национальной безопасности воюет с генинспектором полиции. Внутри военного кабинета постоянные иудейские войны между всеми со всеми. То есть, Ганс, Галланд, Натаньяу, Айзенкот, советник по национальной безопасности Цахи Анегби, член партии Ликут, назначенный Натаньяу, говорит о том, выступая в Кнессете, что ни одна из целей войны не были достигнуты. И это все на фоне постоянных обвинений Натаньяу, который обвиняет всех во всех грехах. Вчера он выступал в парламенте и обвинил переговорную группу, главу переговорной группы генерала Ницана Алона. И вообще сказал, тебе что-то там не нравится, уходи в отзыв. Ну, генерал, скажем так, генерал Ницана Алона обвинил сначала Бенемина Натаньяу. Мы не знаем, что было, мы не слышали Ницана Алона, есть постоянные утечки с заседаний военного кабинета. Это тоже о чем-то говорит. И когда я смотрю на все остальные параметры, что происходит в экономике. Полная катастрофа. То есть, с точки зрения роста цен, дефицита бюджета, просто ситуация вышла из-под контроля. И я вот здесь к завтрашней встрече, какова ее цель? Ее цель ускорить процесс смены правительства. Каким образом? Есть два варианта. Или внутри нынешнего КНЕСЭТа, то есть, помимо того, что у нас будет один общий оперативный штаб, который включает партию Гида Насара, Лапида и нас. А почему АВАДА не принимает участие в этом процессе? Ну, во-первых, АВАДА, непонятно, что с ней происходит. Вчера ушла в отставку председатель партии. И сегодня праймерис у них выбирается новый председатель партии. Все зависит, кто это будет, как будет, какая у них вообще будет линия. Мне понятно, что происходит с партией АВАДА. Так что мы возьмем паузу. Насколько я понимаю, вы приглашали туда и Бенни Ганса, который на данный момент отказался. Я надеюсь, что Бенни Ганс выйдет из правительства и присоединится к этому оперативному штабу. Все, что происходит с законом о призыве, это полный скандал. В условиях, когда нехватка, очень острая нехватка и солдат, и резервистов, и людей, которые могли бы работать в тылу, в полиции, в пожарной службе. И Натаньяо делает все, чтобы закон о призыве не прошел. Все, что им движет, это только одно единственное соображение выживания и остаться во власти. Ничего другого. Его не волнуют ни солдаты, ни граждане Израиля, ни будущее Израиля. Одно единственное, только остаться у власти любой ценой. На протяжении всей этой войны, надо дать вам должное, вы говорили раз за разом одно и то же, если будет предоставлено место в кабинете войны, я готов встать под носилки, как говорят, Митахатла Алунка, войти в правительство. Это в силе или уже нет? Нет, это больше не в силе. После восьми месяцев я был готов в начале войны войти в военный кабинет. Я сказал, что мы поддерживаем создание правительства, чрезвычайная ситуация. Мы все, включая меня, проголосовали за создание. Мы сказали, что нам не нужно ни коллекционные соглашения, ни второго министра, не нужны какие-то ставки или бюджеты. Сегодня, после того, что произошло в последние дни, включая позицию Натаньяу о законе, о призыве, ясно, что государство его не волнует. То есть, даже если сегодня вам скажут, господин Либерман, пост министра обороны, пост в военном кабинете, в кабинете войны и так далее? Даже если пост Папы Римского мне предложат от Натаньяу, мы не будем там внутри. Я говорю, нужно посмотреть, как ведется война последние две-три недели. С одной стороны, попытка торпедировать настоящий закон о призыве. С другой стороны, кабинет, в котором никто не разговаривает ни с кем, только внутренние войны. И в этой обстановке невозможно, невозможно входить сегодня. К сожалению, всем стало ясно, что Натаньяу не способен руководить страной, не способен вывести нас из кризиса и не способен обеспечить победу в этой войне. Просто ее затягивает. С его точки зрения, война на истощение – это лучшая стратегия. И с его точки зрения, войну нужно продолжать затягивать и продолжать до следующего года. Чтобы вы считали сегодня правильно, давайте сфокусируемся на Рафехе. Не будем растекаться мыслью по древу. Рафех, Израиль продвигается. Израиль постепенно берет под контроль филадельфийский коридор. Израиль контролирует КПП Рафех. Что там неверно? Неверно это, прежде всего, нужно было сделать полгода назад. Семь месяцев назад. Не сейчас. Сейчас мы действуем только на окраинах Рафеха. Мы не входим сам Рафех, не штурмуем сам Рафех. Израиль постоянно оправдывается вместо того, чтобы все время четко разъяснить, какое обвинение в нашу сторону, что погибли невинные. Наоборот, нам нужно обвинить и египтян, и Хамас, что они используют невинных людей в качестве живого щита. Это основная проблема, не наши действия. Постоянное заискивание, постоянная попытка оправдаться. Вся стратегия, она выстроена неправильно. И мы все время захватываем какой-то участок, потом его освобождаем, и тут же туда заходит Хамас. Смотрите, сколько раз мы уже были на севере сектора газа, в центре газа. Сколько раз мы входили в Джибалию. И снова все повторяется. Нет никакой даже военного четкого плана. У этой войны нет стратегии, кроме политической стратегии выживания. Все, что сегодня делается, слишком поздно и слишком мало. Не в этом объеме. К сожалению, в Рафехе действует только одна дивизия. Там нет никакого реального желания или даже подготовки к захвату всего Рафеха и очистки. Более того, все, что происходит и с поставкой продовольствия, гуманитарной помощи. Все отношение к УНР, что УНР продолжает действовать из Израиля в полном объеме. Хотя УНР это террористическая организация. Кстати, завтра мы поднимаем закон о том, чтобы признать УНР террористической организацией. И не давать ей действовать ни на территории Израиля, ни находиться, ни использовать в качестве транзита нашу территорию. Мы будем действовать для того, чтобы обеспечить победу. Победу Израиля в этой войне. Самая справедливая война. Когда вы говорите о том, что провести... Самая справедливая война, умудрились ее превратить в раскол внутри общества. Кстати говоря, давайте будем точными. Это не самая кровопролитная война. Мы можем вернуться к войне за независимость, которая длилась дольше, чем 19 дней. Дольше, чем война судного дня. Поэтому... Самая кровопролитная война никогда не была с времен катастрофы, чтобы на нас напали. А это безусловно. Убили тысячи людей в течение одного-двух дней. Взяли в плен сотни мирных граждан. И мы до сих пор только пытаемся отражать удары. Нет никакой инициативы на севере. Посмотрите, что происходит на севере. 80 тысяч людей эвакуированы. Не понимают, что с ними будет происходить. Даже одно поселение Маргалет сказали, что мы больше не хотим быть частью Израиля. Мы закрываем ворота. Мы не хотим тут видеть никаких солдат. Такого это было беспрецедентно. Даже во время войны за независимость таких прецедентов не было. Давайте поговорим о действиях, которые этот объединенный штаб намерен предпринять. Вы же давно в политике. Вы хорошо знаете, что коалиция проваливается, как правило, внутрь себя. Ее не разваливают извне. Как вы собираетесь привести к смене правительства? Прежде всего, сегодня основной камень преткновения – это присутствие Ганса и Айзенкота. Когда мы разговариваем, когда я разговариваю с членами Деликуда, и таких немало, которые недовольны политикой Натаньяо, разочарованы, понимают, что от него нужно избавляться, они говорят, мы не будем прыгать в бассейн, в котором нет воды. В тот момент, когда Айзенкот и Ганс внутри коалиции, даже если 5-6 членов Деликуда выйдут из коалиции, все равно у них есть большинство. Поэтому первая задача, первый этап – это добиться ухода Ганса и Айзенкота из этой коалиции. Второе – необходимо будет мобилизовать как минимум 5 членов Деликуда. Я веду множество контактов, то же самое и Лапид, и Гидонсар. Каждый в отдельности нам нужно скоординировать эту деятельность. На втором этапе нужно будет найти 5 депутатов от Ликуда. Есть такие депутаты? Да, есть больше, чем 5, которые крайне недовольны позицией Натаньяу, его действиями, которые считают, что он заводит страну в тупик, ведет нас к катастрофе. Но это нужно как бы перевести в конкретные действия. Не просто в разговорах, в колуарах, а в конкретные действия, в конкретные голосования. Последний вопрос, господин Либерман. Сегодня возобновляются какие-то контакты, не очень понятно, какие по вопросу о сделке по освобождению похищенных. С вашей точки зрения, есть шансы на достижение соглашения? Израиль должен закончить войну, если от него этого требуют, ради того, чтобы освободить тех, кто еще в руках Хамаса? С моей точки зрения, все политики должны заткнуться. Все разговоры в студиях, теле, радио, студиях со стороны политиков только мешает и отдаляет какую-либо сделку. Есть переговорная группа, там сидят сотни людей профессиональных, которые имеют доступ к секретной информации. Моя задача дать им поддержку, а не давать им совета. У нас все универсальные специалисты, вы знаете, я видел всю эту категорию универсальных специалистов, те же самые люди советовали, говорили, что нужно делать во время короны, что нужно делать во время экономического кризиса и что нужно делать с нашими заложниками. То есть я не универсальный специалист, и поэтому мой совет мне, самому и всем остальным политикам заткнуться на эту тему и молчать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!